Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк – национальная героиня Франции. Одна из знаменательных фигур времен Столетней войны. Особенно известна она организацией героической осады города Орлеана. В конце апреля 1429 года Жанна вместе с небольшим отрядом проникла в крепость Орлеан ей удалось взять один из бастионов. Спустя неделю Орлеан был освобожден французами от англичан. День 8 мая отмечается каждый год в Орлеане как главный праздник. За героическую оборону города ее прозвали Орлеанская Дева. Однако Жанна Д'Арк также известна в истории как одна из осужденных Святой Инквизиции. В 1430 году Жанна была взята в плен бургунцами, а затем продана англичанам за 10 тысяч золотых либров. Инквизиционный процесс над Жанной Д'Арк проходил в городе Руан в 1431 году. Она содержалась в тюрьме под охраной англичан как военно-пленная. Ее обвиняли в ереси, в ношении мужской одежды. Она была признана виновной как вероотступница и еретичка, после чего сожжена на костре. Уже после окончания Столетней войны в 1456 году она была реабилитирована. Спустя 400 лет, в 1920 году, Жанна Д'Арк была причислена католической церковью к лику святых. Вот такие метаморфозы. С именем Жанны Д'Арк связано огромное количество мифов и легенд. Есть альтернативные версии ее судьбы. Первые легенды и мифы о жизни орлеанской девы появились уже в 15 веке, вскоре после ее казни. В начале XIX века была выдвинута версия, что Жанна Д'Арк была внебрачной дочерью герцога Людовика Орлеанского и королевы Изабеллы Баварской и родилась в ноябре 1407 года. Разные ученые и любители истории искали доказательства этого факта. Какие-то записи в официальных хрониках, устное предание, что-то еще. Однако достоверных убедительных сведений о связи Жанны с французской королевской семьей найдено не было. Есть также мнение, что королева Изабелла опасалась мести мужа и отдала в небрачного ребенка в семью Д'Арк. И ряд исследователей утверждал, что Д'Арки были разорившимся дворянским родом. Основанием для этого была фамилия отца Жанны. В ней присутствовала аристократическая частичка Д. Однако многие историки опровергают эту версию, утверждая, что подобную частицу для обозначения знатности стали использовать лишь два века спустя. Некоторые исследователи утверждали, что у семьи Д'Арков был древний герб. Он представлял собой натянутый лук и три стрелы. Герб был увенчан шлемом с навершием оруженосца и львом верхней части главы, что происходило от провинции, в которой король указал жить предку Жанны. Другие исследователи утверждали, что Жанна происходила из зажиточной крестьянской семьи, а не из аристократического рода. В действительности же, согласно генеалогическим исследованиям во Франции XIV-XV веков, фамилия Д'Арк была достаточно распространенной. Ее носили и крестьяне, и священники, и горожане, и дворяне. Поэтому версии о знатности семьи Д'Арк также не подтвердились. Есть мнение, что Жанна Д'Арк не случайно появилась при дворе короля Карла VII. В тот период среди придворной элиты возник раскол из-за страха брать ответственность за действия против англичан. И возник тайный замысел, что некая дева была неспослана Господом, чтобы взять на себя это верховенство в военных делах. Самый известный миф связан со спасением Жанны. Есть мнение, что Жанна не была сожжена на костре в Руане. Это объяснялось тем, что в архивах не было найдено формального документа о приговоре и протоколе о казни. Согласно еще одной версии, Жанна, проведя около четырех лет в заточении, вернулась к королевскому двору и вновь получила под командование войска. Еще одна версия утверждает, что вместо Жанны была сожжена другая женщина. Англичане тайно умертвили Жанну Дарк с помощью яда, а ее тело спустили в реку Сену. Однако и здесь ни одна из версий не имеет убедительных доказательств. Так или иначе, срок давности описываемых событий и героичность образа Жанны Дарк порождали и до сих пор порождают много слухов и мифов. Продолжение следует...